Вчера я загрузил, не знаю, вы смотрели или нет, как парень рассказывал, что его избивали, чуть ли там не убили, давайте, и ведь это чистейшая правда, то, что рассказывали в этой передачке, вот этот путь. Вот этот парень взбил правая рука арабромена. Как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Его вызвали в военкомат после этой драки, когда он подал в суд, чтобы отправить в армию, вот чем заняться Айзар на России. То есть Союз Армян России избивает армян, которые потратили деньги на то, чтобы построить кабинет с помещениями. Это человек, который отвечает за молодежь армян Москвы. Отбирает у человека кабинет, избивает до полусмерти. Человек подает в суд и в ответ на это Союз Армян России договаривается с военкоматом, чтобы они его позвали и отправили на смерть в Донбасс. Можете себе представить, чем занят Артем Бартанян и Арабра Амян. То есть армян отправляют на смерть, чтобы от них избавиться. Это как раз подтверждает мои слова, что Арабра Амян и его окружение уничтожают людей и уничтожили ни одного человека. То есть мы имеем дело с людьми, которые убивают людей. Этого парня Арабра Амяна и его шайка решили убить таким образом. Отправить в военкомат, чтобы оттуда отправили их на Украину. То есть армянская община России придумала новый метод уничтожать и убивать людей. Отправлять их в военкомат, чтобы оттуда их отправили на фронт. Вот уровень позора армянской организации, которая, поверьте, что что оплатить деньги за фейковые вбросы очень хорошо умеет. Кстати говоря, Артем Бартханян, о котором здесь рассказывается, который выполняет грязные поручения Арабра Амяна, он же проплачивает и с левых анкет, и с левых страниц. Грязь – это его рук дело, я это знаю прекрасно, потому что я помню в 2018 году он лично рассказывал, что у него есть люди, которые могут публиковать все, что он захочет. Лично мне рассказывал. И это делает Союз Армян России регулярно, потому что Союз Армян России понимает, что один из главных инструментов работы с людьми – это вбросы фейков и вбросы лжи. Вбросы фейков и вбросы лжи. Не важно, через кого они это будут делать, через Вадима Арутюнова, который обливает грязью соседний народ, через Саркиса Сатуряна, не важно. Любой, кто под контролем ФСБ, кто русскоязычный и кто может, соответственно, быть им полезен в этом деле, они готовы любого настрополития. Что касается Ромы Багдасаряна, к большому моему счастью, распространение всех моих роликов эфира в Ютьюбе, в ТикТоке продолжает оставаться очень высоким, очень большим. И в дни митинга мы видели колоссальные просмотры, колоссальные. Это, конечно, очень раздражает и напрягает и Союз Армян России, и Дашнаков, и армянских олигархов, и карабахских бандитов. Всех. И организаторов паники в Карабахе. Всех это раздражает. И когда какой-то ублюдок что-то плохое пишет, вот под этим постом, под этим эфиром все обижники, все, кто понимает, что победитель я со своей информацией, они пытаются писать гадости. И это хорошо, потому что мы вместе с вами благодаря этому явлению фиксируем систему пружины. То есть когда я давлю своей информацией, мы чувствуем антипружина. То есть кто это давит обратно на пружину? Это люди, которые проиграли, люди, которые злые, люди, которые, предположим, последние два месяца опозорились. Я отдельно хочу поздравить всех нас с тем, что последнее движение, которое называлось «Во имя Тавуша», и почему-то в нем участвовали большая часть карабахцы. Вообще смешно, да, когда большое количество карабахцев за деньги спасает иранц и воскепар. Вот. Это движение, как вы знаете, опозорилось и провалилось, и все писали правду. Но в списке этих людей, которые яро защищали нынешнюю власть и писали правдивые статьи, выпускали правдивые выпуски, был Рома Богдасарян. И моя информация отличалась от многих тем, что она выходила на русском языке, да, потому что когда ты говоришь правду на русском языке, ее слушают в Грузии, да, у нас там очень много русскоязычных армян. И вот очень важно, чтобы грузинские армяне, которые массово действительно подписаны на меня, прослушивают меня, очень важно, чтобы армяне Грузии, которые мыслят на русском языке, получали мою правдивую информацию, что мы и делаем, да. Чтобы армяне Грузии не получали ложь, которую пропагандирует ФСБ России, ара-абраамяны, дашнаки, езрасы, а получали правдивую информацию. И нам это удается вместе с вами делать. Уже седьмой год, кстати говоря. Несомненно, армяне, которые из Баку, которые абсолютно нейтральные, живут в России, в Украине, в Грузии, также у нас немало армян из Баку, которые в 88-м году переехали. Вот бакинские армяне, разбросанные по всему миру, они могут получать эту правдивую информацию. Это очень не нравится людям, которые хотят, скажем так, монополизировать информацию на русском языке. Да, у нас очень много предателей, и этими предателями пользуется Россия и все, кто работает против Армении. С одной стороны, мы очень рады, что движение во имя того, что провалилось и опозорилось. Это факт. Но во всем этом есть плохое. То есть мы с вами обнаружили, что у нас есть... У нас есть огромное количество предателей, которые за 5000 драмов... Я напомню, что премьер-министр Армении тоже говорил о том, что карабахцы за 5000 драмов выходят на митинги. Это очень плохая новость. Это говорит о том, что многие...